МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, в плане капремонта тут же понятно, да, разработана проектно-сметровая документация, закуплены стройматериалы, установлены сроки, все, бери, ремонтируй фасады, фундаменты, крыши и так далее. Вот то сейчас, о чем мы будем говорить, ну, надо сложно признаться, надо признаться сложно, да, как-то что-то вот расставить, какие-то акценты, определиться. Ладно, в общем, о чем речь? На этой неделе в правительстве региона зашла тема брендирования, да, Кировской области. То есть, насколько я понимаю, простыми словами, то есть, а что мы можем вообще, в принципе, стране такого предложить? То, что напрямую будет ассоциироваться с Кировской областью, причем ассоциироваться в хорошем, в позитивном исключительно ракурсе. Но я тут сразу начал проводить параллели с советским периодом. Помнишь, когда у нас машина-вятка-автомат была, да, например? Например, стиральная машина или мотороллер-вятка. Вот бренды же, можно их называть брендами Кировской области, да? Ну, мы хоть и малую часть в Советском Союзе прожили своей жизнью, но все-таки, если верить старожилам, то гремели на всю страну именно этим. Ты прямо о каких-то фундаментальных опять вещах, да, говоришь? А я вот как-то человек основательный, да, я привык. Который можно потрогать, и там, не знаю, шведская стенка и тому подобное. То есть ты имеешь в виду, что человек приезжает в Кировскую область конкретно, например, чтобы купить стиральную машину, да, назовем это? Нет, ну я изначально говорил о том, что человек, вне зависимости от того, где он там живет, за пределами Кировской области, либо там на Дальнем Востоке, за Уралом, или в европейской части страны. То есть я говорю о том, что вот при упоминании вот этого, четко у него возникнет образ этой вещи и, безусловно, привязка Кировской области. Вот я об этом говорю. Ну, нет, такие штуки, конечно, было бы идеально и прекрасно, и замечательно. Но мне кажется, на это требуются прям годы, да, потому что вот эта репутация, если мы говорим о качестве, да, если мы говорим о какой-то конкретной продукции, она действительно ведь зарабатывается годами. А юбилей скоро. Очень скоро. Нужно что-то быстренькое. Да, на этой теме, да, в частности, губернатор нашей области, Александр Валентинович Соколов высказал свое мнение по поводу возможных брендов нашего региона. Вот, в частности, разговор зашел о Вятской Кикиморе. Есть у нас такой очень любопытный персонаж. Александр Валентинович сказал, вернее, выразил сомнение в том, что Кикимора, если ее раскручивать на общефедеральном уровне, она будет вот так тепло и радостно принята, как мы ее воспринимаем. Ну, для нас Кикимора, по большому счету, это нечто сказочное, да, вызывающее улыбку. И, по большому счету, негативных ведь мы каких-то эмоций и ассоциаций не испытываем, да, по этому поводу. Ну, у меня не вызывает для этот персонаж никаких негативных эмоций. Тем более в этом году, да, у нас был реализован замечательный проект, когда в исторической части города у нас были установлены семь бронзовых Кикиморок. Совершенно милых фигурок. Да, совершенно милых. Я, правда, еще не видел воочию ни одной из них, которая не доводилась проходить мимо. Да, но вот это появление Кикиморок, это была абсолютно частная идея, частная, негосударственная. Частная инициатива, да, она была реализована. Да, две девушки, они у нас были в студии, да, они рассказывали подробно об этом проекте. Сначала они хотели создать образ Кикиморы, схожий с какой-то такой старушкой, да, пожилой женщиной, мудрой, опытной, но потом вот все-таки решили, что Кикимора должна быть худенькой, худосочной, я бы даже сказал, симпатичной, озорной. У меня Кикимора все равно уже прочно там ассоциируется, да, с актрисой нашей, которая вот Кикимору на всех мероприятиях... Летучий корабль ты имеешь в виду, да? Да, да, исполняла, поэтому я уже не могу ее воспринимать как какую-то старушку, да, там или еще что-то, то есть вот у меня вот этот образ закрепился. Ну вот хочется улыбаться, да, сказал Кикиморка, хочется улыбаться, да, милая, симпатичная. Проходишь мимо, здравствуйте, и сказал, может быть, потрогал ее, погладил, их же тут у нас еще утепляли, да, то есть мы уже относимся так с душой к ним, хотим, чтобы комфортно было зиму этим персонажам пережить. Вот, а вот на высоком уровне пока эта идея оценивается, мягко говоря, не лучшим образом, и якобы нам нужно идти в какую-то другую сторону, создавать другой бренд, более значимый, более позитивный. Ну, давай сейчас будем общаться на эту тему. Андрей Усенко с нами на связи, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Андрей Леонидович, добрый день. Да, добрый день. Да, Андрей Леонидович, добрый день. Не сочтите за наглость, за этот первый вопрос. А ваше отношение личное к Кикиморе, к образу Вятской Кикиморки? У меня позитивное. Вот, вот, мы тоже говорим о том, что это вполне себе радостно, да. Точно могу сказать, что смотрю на нее и улыбаюсь. Да, да. Вот, ну, смотрите, Андрей Леонидович, у нас вот в перерыве мы тут общались с коллегами, и у меня возник такой вопрос, да. Вот Вятская Кикимора, она ведь может позиционироваться не как какой-то бренд, это, да, не как внешний какой-то бренд, да, а как бренд для внутреннего, скажем так, туристического пользования. И, казалось бы, почему бы ему таким и не оставаться, да. То есть мы же не люди, вот эта вот инициатива, да, о которой Владимир сейчас рассказывал, вот эти фигурки, да, Кикиморка. То есть это была частная инициатива на частные деньги. Никаких там бюджетных, государственных средств для этого не привлекалось. Не просто частные, там люди скидывались еще, все желающие. Да. Казалось бы, если людям нравится, то почему бы и нет. Слушайте, ну, коллеги, мне кажется, это была замечательно хорошая акция, идея. Она, надеюсь, продолжится. И, собственно говоря, никто ведь не давал оценку там ни Кикиморе, ни проекту. То, что появилось в СМИ, это касалось исключительно, на мой взгляд, из-за того, что я там понял, это касалось некой оценки, перспективы продвижения во внешнюю среду. Да, и мы понимаем, что, ну, действительно, там, если продвигать, там, я сколько, кисимору, то в отношении ряда регионов придется преодолевать определенные, там, предвзятое отношение. Речь-то ведь шла не о нашем отношении, не об отношении, там, губернатора, а о том, что это предвзятое отношение есть у других, и нам придется его преодолевать. Зачем это делать? А что за предвзятое отношение? Возможно, ну, вы чаще по регионам ездите, чем мы с Владимиром. Возможно, вам приходилось сталкиваться с какими-то негативными отзывами. Слушайте, ну, не то, что негативными, просто образ Кикиморы в значительной степени, он сформирован как раз как некая, там, не знаю, там, болотная девушка, там, да, не очень симпатичная, в тине и все такое. И лет преклонных, так как правило. Конечно, можно потратить время и определенные ресурсы, в том числе финансовые, на то, чтобы этот образ изменить. Но мы с вами понимаем, что у большинства жителей нашей страны, когда мы говорим «Снегурочка», один образ в голове, когда мы говорим «Китимора», другой образ в голове. И речь шла о том, что если мы выбираем, собственно говоря, образ, с которым идем во внешнюю среду, в другие регионы, то, ну, может быть, не стоит преодолевать вот этот сложившийся, а найти образ другой, который у нас там достаточно, там, та же Дымковская барыня или что-то еще. Поэтому, мне кажется, не совсем правильно было воспринято там, именно как оценка там самой замечательной этой девушки. А здесь больше шла речь о том, о выборе некого там символа региона для внешних коммуникаций. Ага, а тогда вот вопрос возникает. Кто-то рассматривал Вятскую Китимору, ну, то есть, вот прям на полном серьезе, да, как бренд, который нужно продвигать на внешние рынки, назовем так, туристические? Ну, мне неизвестно о том, чтобы прямо так рассматривалось. Я думаю, что, ну, действительно, это, в первую очередь, локальная история, во вторую, но отдельные там продукты какие-то с этим связанные могут быть, да, ну, нишевые там, да, там, не знаю, по следам Вятской Китимора, ну, может быть, туристический маршрут, там, условно. Но точно, наверное, не стоит избирать это как символ или образ, там, регион. Вот об этом шла речь. Но там серьезных исследований, чтобы кто-то проводил, мне неизвестно. Ну, Андрей Леонидович, ну, у вас-то есть соображения на тему, что могло бы стать таким брендом явным, да, хорошим, или идеи, которые озвучивались, с которым вы тоже неравнодушно и склоняетесь? Ну, смотрите, коллеги, здесь два, наверное, момента. Первый – это то, что, собственно говоря, у большинства регионов – это, ну, такие, как это, мифы, которые появились не так давно, да. Там, Великий Устик придумал себе родину Деда Мороза, ну, придумал, как бы, обосновал и закрепил это в сознании. Дети, надеюсь, сейчас нас не слушают, да, что все это придуманная история, да. Дед Мороз действительно существует, если в это верим. Я считаю, что здесь, когда мы говорим о внешнем использовании, некомпозиционировании региона, было бы правильно все-таки, ну, может быть, не полностью наотку профессионалам отдать, но с участием профессионалов это сделать. Потому что внешний образ должен решать несколько задач. Он должен однозначно позиционировать регион, он должен вызывать приятные, но при этом понятные ассоциации, он должен, ну, помогать продавать. Я, извините, как там президент торговой промышленной палаты скажу, что нам надо продвигать свои товары, чтобы он помогал их продавать. Поэтому такие работы велись. И мы на оргкомитете обсуждали, что, собственно говоря, помимо самого там логотипа 650-летия, у региона должен появиться внешний, ну, такой образ, с которым он ассоциируется. Предложения есть, они там рассматриваются, дирекции, насколько я знаю. Ну, что там можем сейчас озвучить? Или все-таки представители дирекции непосредственно? Ну, я думаю, что они официально прокомментируют, ну, как бы, это их компетенция. Но набор, в общем-то, понятен. То есть в любом случае это не будет, там, мы не знаем, инопланетная тарелка, там, да, там, друг, состоящая из Кировской области. Это дымка, это наш узнаваемый, там, символ, ну, вернее, как контур карты, да, когда мы, там, граничим с девятью регионами. Это цвета достаточно там устоявшиеся, опять же, там, лес. Ну, то есть... Еда, может быть, какая-нибудь? Рыжики? Рыжики же, да? Ну, может быть, что-то, да, может быть, что-то из этого. Огурец? Я думаю, что просто здесь самое главное, вот, вот, уже сформированные, там, уники, традиции и ассоциации, увязать между собой, может быть, каким-то новым образом, да, и правильно преподнести. Я надеюсь, что, вот, собственно говоря, этот результат мы в рамках подготовки к 650-летию также получим. Вот смотрите, Андрей Леонидович, я абсолютно с вами согласен, что бренд-символ региона, он должен быть связан именно с промышленным, с бизнес-потенциалом, да, конкретного субъекта. Вот неспроста я тут в начале передачи вспомнил вятку автомат, да, стиральная машина, да, в советское время, если ты кому-то говоришь за пределами Кирова, что ты именно из нашего города, то многие вспоминали, а, это там, где вятка автомат делается. Дымка, дымка, хорошо, но дымка – это все-таки народный промысел, а народный промысел – это не бюджет, а образующая статья, да? То есть в первую очередь бы хотелось действительно символ, чтобы был привязан, ну, вот прям, конкретные вещи, которые выпускаются у нас в области. Ну, вятку автомат у нас до сих пор вспоминают. Вспоминают, да. Да, да. Ну, еще раз говорю, мне все-таки кажется, что здесь мы, как, ну, там, жители региона, как неравнодушные, там, граждане, должны сформулировать некие, ну, давайте назовем это техзадание, да, что мы хотим найти символ региона, который будет а, положительным, б, запоминающимся, там, ц, идентифицируемым, и уже вот это техзадание поручить специалистам, профессионалам, которые подумают, как увязать между собой, там, линковские мотивы и ностальгию по вятке автомат. Ну, условно, я очень примерно вижу, да. И когда они профессионально эту задачу решат, там, мы посмотрим и, там, ну, согласимся, не согласимся, но, по крайней мере, мы будем понимать, как мы будем решать те задачи, которые перед этим образом стоят. Спасибо большое, да, Андрей Леонидович. Андрей Усенко с нами был на связи, президент Вятской торговой промышленной палаты. Да, спасибо, благодарим, но, на самом деле, можно очень долго размышлять, что же именно такое придумать. Я попыталась просто вспомнить, да, какой-то, вот, как ты говоришь, там, вятка автомат с региональной привязкой, мне, кроме трикотажа Ивановского, ничего на ум не приходит. Какие-то вот еще, я не знаю, региональные такие. Ну, если, нет, если говорить конкретно про Иванова, то мне еще на ум невесты Ивановские приходят. Но это опять тоже не совсем осязаемо, скажем так. А, кстати, если, вот, мне кажется, вот, что вопрос брендирования, это все равно, в первую очередь, вопрос денег. Если туда вложить огромные деньги, ну, я мечтаю, да, огромных денег у нас, понятно, нет, и, наверное, вряд ли на эту сферу, да, будет отпущено. Если вложить огромные деньги в это все, то можно раскрутить абсолютно даже самую пустяковую и даже бредовую идею. Ну, вот я так считаю. Если менять образ той же Кикиморы, ну, давайте мы ее, давайте мы попытаемся сделать образ, не знаю, какой-то длинноногой красавицы с размером пятым груди. И будем этот образ везде... Объективизацией. ...продвигать, да, и она не будет у нас ни с каким болотом, лесом ассоциироваться. Нет, на самом деле, просто, видишь, вот пусть, да, вятская Кикимора там остается, скажем так, для внутреннего, да, пользования, ну, то есть какая-то, какой-то бренд такой между собойчик, да, вот мы, кировчане, про него знаем, а другие не знают. Приезжают, мы им говорим, что ты не знаешь, что у нас есть вятская Кикимора, да-да-да-да, вот, но просто если, скажем так, в высших эшелонах власти вдруг кто-то там воспротивился, да, тому, что вот вятская Кикимора вроде бы как там не наш бренд, ну, ты понимаешь, да, что это может за собой вести там определенные... Он наш, но он местечковый, как это принято. Ну, и пусть он остается местечковым. Просто я к тому, что пусть он остается местечковым, но при этом давайте, ну, не будем на него нападать, что ли, я не знаю, ну, не то, что нападать, да, высказывать какие-то негативные, возможно, реакции, да, по поводу этого бренда, пусть он будет местечковым. Если он нравится местным жителям... То пусть его пусть и остается. Пусть остается. Пусть он естественным путем развивается, да. Ну, на самом деле, вот это обсуждение, которое было в правительстве на этой неделе, ну, вот оно изменило твое отношение к Кикиморе? Мое личное? Нет. Да нет, конечно. Как оно осталось в моем представлении милым существом, радостным, симпатичным, так оно и остается. Мне, знаешь, больше это беспокоит то, что время-то уходит. Да, оно не ведет. Вот разговоры, обсуждения. В том числе, да, мы опять-таки ждем, чтобы профессионалы высказались на сей счет, чтобы они объединили все эти смыслы и промышленности, и истории, и так далее. И кого-то создали. А время уходит. Илья Кычанов с нами на связи, автор проекта «Влюбиться в Удмуртию», специалист в области туристической индустрии и эксперт национальной премии в области событийного туризма со странным названием для национальной премии Russian Event Awards. Илья, добрый день. Илья, добрый день. Добрый день. Не надо сарказма. Да, ничего. Нет, ну просто у нас, Илья, вы простите, просто у нас такая милая тема, мы про вятских кикимор говорим, ну как тут не улыбаться? Всем обязываю. Да, да. Скажите, пожалуйста, вам известен этот образ кикиморы? Какое у вас отношение? Вызывает ли негативные ассоциации? Как к нему относятся жители Удмуртии в том числе? Если вообще как-то относятся, да, начнем с этого. Которая была когда-то частью вятской губернии. Ну или наоборот. Ну, мы, безусловно, единая территория, и до сих пор вот это взаимное влияние друг на друга, оно ощущается во всем. Мы ментально, мы очень близки, и архитектурно, спасибо архитектору Чарушину, и много еще чего. Кикимор-Вятская, конечно, это известный бренд для вашего региона, но, наверное, не самый главный, на мой взгляд, позвольте мне так сказать. Как локальный бренд, он решает свои задачи, это, в первую очередь, сказочная история, правильно? Там очень понятная сливая аудитория, это дети, это семейный отдых. Если брать, скажем так, общероссийские, наверное, расклады, взять сказочную карту героев со всей России, ну, возможно, Кикимор вызовет не самая, там, позитивная ассоциация, это то же самое, как взять Бабу-Ягу и сделать из нее топ-модель, понимаете, да? Ну, то есть, примерно одного порядка. Хотя, проект работает, я знаю, очень много туристов приезжает, я сам недавно вот эти выходные провел в Кирове, где завершился финал эмоциональной премии «Кристический сувенир», и приехал к вам очень много людей. Да, и мы, в том числе, были на территории вашего замечательного Юлькин парка и познакомились с Хлыновской заставой. Я хочу сказать, что для Кирова, как первая ассоциация, наверное, как вот у соседей, у нас, безусловно, это дымковская игрушка. Это ни для кого не секрет, это вот ваш бренд, который очень ярко позиционирует регион. Но если вот брать туристов, скажем так, общую массу, да, всегда нужно общаться с людьми и всегда выяснять, какие у них есть ассоциации. Так вот, я, наверное, вас немножко расстрою, хотя в этом ничего плохого нет. От Кирова нет никаких ожиданий. И это очень хорошо, потому что, когда мы едем в какой-то регион, ну, хорошо известный, разрекламированный, раскрученный, у нас уже есть какая-то картинка перед глазами, у нас есть ожидания. И соответствовать этим ожиданиям, а тем более их превосходить, это крайне сложная задача. Вот от посещения Кирова всегда эффект вау, всегда удивление со знаком плюс, потому что, ну, ничего, скажем так, выдающегося обычный потребитель не ожидает. То есть Киров — это такая туристическая табуля раса просто-таки. Можно сюда положить все, что угодно. Да, мы находимся в той же самой ситуации, поверьте. То есть когда к нам приезжают москвичи, жители Московской области, мы пытаемся обязательно выяснить, я разговариваю с нашими гостями, пытаюсь выяснить, а какой у них первый посыл — приехать в Удмуртсию. И нам казалось, что у нас есть там Чайковский, Калашников, Бурановские бабушки, которые еще там живы, слава богу, и дай бог им здоровья. Но все это не работает в случае с обычным туристом. Для них куда важнее, что Удмуртия — это родина пельменей. Ну, сейчас меня могут закидать шапками, наши слушатели, потому что вот как только говоришь, что Удмуртия — родина пельменей, начинается невероятный скандал в любой социальной сети. Но просто само название уже запатентовано, у нас проходит Всемирный день пельменей, очень пермякиданно, соседи тоже обижаются, что мы у них забрали пельмени. Да и на Вятке, наверное, тоже есть кто, да, готов усомниться. Другие чудесные блюда, да и рецепты пельменей столько, что хватит на всех, и на Удмуртию, и на Вятку, и на Пермский край. Так вот, и выясняется, что для жителей центральной части России Ижевск — это Россия, а Удмуртия — это где? Бурятия, Чувашка, Мордовия. Это два разных понятия, да, то есть Ижевск — это не Удмуртия. Мне кажется, так же Башкортостан и Уфа страдают от этого же. Я думаю, что если так хорошо пообщаться с московской аудиторией, которая к вам приезжает, выяснится, что они точно не делают параллели Киров-Зятка-Хлынов. Может быть, для них это вообще три разных файла, которые находятся в трех разных компьютерах, и никак между собой не соединяются. Простой пример. Недавно у нас была коллега из Хакайсии, приехала к нам в Удмуртию. И она на полном серьезе, когда мы поехали в город Царапул, очень близкий по духу Кирову купеческий город, с наками, тоже когда-то Дятской губернии, единая территория. И она была уверена, что кавалерист Дениса Надежда Дурова, героиня гусарской баллады Эльдара Рязанова, это выдуманный персонаж на полном серьезе. Ну а то, что Чайковский родился у нас, мне вообще стало откровением. И она не исключение, к сожалению. Это просто наш уровень знаний о России. Илья, ну смотрите, по поводу дымки. Понятно, что дымка — это первое, что приходит на ум. Но возникает такое ощущение, что внутри самой Кировской области, по крайней мере, в среде молодежной, дымка — это то, что уже изрядно поднабило оскомину людям. И кажется, что хочется чего-то более свежего, более нового, более современного. Ну, то есть не то, чтобы взяли и забыли дымку, да, но чтобы параллельно дымке развивалось что-то, кроме народного промысла. Ну, это же как картинка для того, чтобы ассоциировать вас, да, и подсветить ваши возможности всего лишь. У вас прекрасный проект «Святское настроение», у вас прекрасные вкусные музеи, у вас замечательные планетарии, фабрика игрушек весна, которую я бесконечно люблю. Еще много-много чего мы с удовольствием возим к вам туристов. Кстати, вот на ближайшие новогодние каникулы у нас снова поедет очередная большая группа к вам. Мы очень любим возить людей в Киров, потому что люди возвращаются очень довольные. И у вас есть все возможности для отдыха, как с аудиторией с детьми, так и для взрослых, и для очень взрослых. То есть это вопрос лишь той аудитории, к которой вы обращаетесь. То есть, возможно, да, дымка – это больше для старшего поколения. Хотя мастер-классы по росписи дымковской игрушки мы включаем абсолютно все программы, потому что это важно привести с собой туристический сувенир из поездки. Ну и если позволите, я просто хочу поблагодарить ваш Центр развития туризма Кировской области и лично Глеба Данюшенкова за блестящий финал национальной премии Тур-сувенира, недосягаемой высоты организации. И когда приезжает к вам вся Россия от Калининграда до Камчатки, Салихарда, ну, это очень дорогого стоит. И все это очень поддерживается и бизнесом, и властью. Это здорово, я вот по-хорошему вам завидую. Вот смотрите, да, Илья, вот вы сейчас перечислили какие-то точки притяжения, и возникает, на мой взгляд, такой логичный вопрос. А насколько действительно необходим какой-то один этот бренд, который будет в первую очередь ассоциироваться с городом? Возможно, просто стоит отдать, вложить деньги в частные музеи, вот частные музеи, развивайтесь, какие-то субсидии, еще что-то. То есть без какого-то флагмана. Туризм — это всегда про впечатление. И когда мы объясняем туристу, а он задает такой вопрос, а для чего я поеду в Киров, что я там увижу? Нужно объяснить, что... Что-то назвать яркое. Да, конечно. И желательно это делать не казенным языком, а через какие-то понятные, вкусные ассоциации. Илья, простите, я вас перебью. У нас сейчас небольшая пауза, буквально минута. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Мы еще продолжим нашу беседу, хорошо? Хорошо. Да, хорошо. Илья Кычанов у нас в эфире. Буквально небольшая пауза. Продолжим нашу беседу с Ильей Кычановым, автором проекта «Влюбиться в Удмуртию», специалистом в области туристической индустрии, экспертом национальной премии в области событий новотуризма «Russian Event Awards». Мы говорим о брендировании Кировской области. Решать этот, видимо, надо вопрос в срочном порядке, в преддверии 650-летия. Ну, кстати, вопрос вообще, вот эти вопросы быстро или решаются? С чем ассоциируется наш регион в других субъектах Российской Федерации? Что сюда заманит, приманит туристические потоки? Вот там Даша задавала вопрос, Илья не успела ответить. Даша, повтори, пожалуйста, суть. Я думаю, что помню его. Да. Илья, может быть, вы помните, что я вас спросила. Да, может, не распыляться, а, например, частные какие-то музеи, да? Не знаю, частное заведение бизнеса. Ну, можно приехать в Киров. Ну, на мой взгляд, и как мы это объясняем, допустим, нашим туристам, когда мы организуем поездки в Киров? Ну, первое, что у вас работает, это, может быть, вы даже об этом не знаете, но для гостей существует карта гостя. Это программа лояльности, и в различных кафе, ресторанах, музеях города можно получить существенные скидки. Ну, например, в одной известной сети прямо за любой чек делает скидку 300 рублей. Это приятно. Ну, ничего себе. Да, да. Во-вторых, мы, безусловно, посещаем ваши вкусные музеи. Шоколада, мороженого, леденцов. Ну, я считаю, для нашей части России это уникальное частное музей, такое скопление в одном месте с правильным подходом. Ну, это очень здорово, это производит впечатление. Мы обязательно рекомендуем посетить ваш местный спа-комплекс или прокатиться на колесе обозрения. Кстати говоря, по карте гостя второй круг на этом колесе, если покупаешь билет, он бесплатный. Вот тоже вам лайфхак для вашей аудитории. Замечательный у вас центр, космический центр имени Цаолковского и планетарий, совершенно роскошный, интересный взрослым и детям. Ну, и, конечно, дымковская игрушка, которую мы расписываем, знакомимся с историей и ввозим ее в качестве сувенира. Это вот я вам только на скидку топ-5. Если вы дадите мне время, я накидаю вам еще столько же, и еще останется, поверьте. Нет, Илья, вы нам накидайте, пожалуйста, в каком направлении стоит двигаться. Вот мы сейчас прям расплылись столько всего, оказывается, да, но... Вот вы бы как специалист, да, на чем вы сконцентрировались? На что давить-то постоянно, вот это проговаривать, демонстрировать и так далее? Все-таки дымка, ее модернизация, ее развитие как-то, не знаю. Я не говорю, что дымка должна встать в центре, в центре, да, но это, безусловно, та ассоциация, от которой вы никуда не денетесь. Это точно так же, как Башкирия будет ассоциироваться с медом. Вот об этом можно ломать копья, об этом можно спорить, но лучше, наверное, этот факт принять и адаптировать его под свои задачи. На мой взгляд, сегодня Киров и Кировская область – это прекрасный центр для семейного отдыха, куда можно приехать и с детьми, и без детей. И его так и нужно, мне кажется, продвигать, как территорию для отдыха с детьми. Потому что головная боль для большинства родителей – как организовать отдых, досуг детей. Я не удивлюсь, если у вас как раз пиковые даты приема гостей приходится на школьные каникулы, на новогодние, майские праздники. Это логично, потому что людям необходимо выдохнуть и куда-то поехать с чувством, с толком, с расстановкой, и интересной, чтобы дети были довольны провести свое свободное время. Я вот сейчас задумался, какое может быть олицетворение у семейного отдыха, то есть конкретный образ. Даша, как ты думаешь, с чем семья, мама, папа, дети? Во что это можно воплотить, интересно? Мне всегда неплохим потенциалом оказались все сказочные персонажи. Да, но Кикимор уже есть, должен быть Кикимор, муж и Кикимори. Если говорить о каком-то событийном туризме, то был прекрасный пример, как их сказочных игр на Вятке, которые самые первые были, на мой взгляд, совершенно потрясающие события. Было непонятно, почему оно потом превратилось в не очень понятное нечто, но это уже вопросы к другим людям. Про гастрономический туризм мы еще хотели спросить? Насколько силен потенциал в России вообще в принципе, и в отдельности по регионам гастрономическому туризму? Гастрономический туризм – это наше все, понимаете? То есть принцип хлеба и зрелищ, его никто не отменял. Поэтому очень приятно, что у вас гастрономический потенциал очень большой, у вас есть специальный меню в Вятской кухне. Например, вот в этот приезд нам была презентована уже обновленная версия меню от ваших местных шеф-поваров, да, локальные продукты, локальные рецепты. Это то, что вызывает огромный интерес, и если вот так взять всю статистику продаж именно сувениров, люди всегда в основном покупают гастрономические сувениры. То есть то, что можно купить, попробовать, привезти с собой, вгостить семью, друзей, коллег и так далее. Ну, самые там известные бренды, вы сами их прекрасно знаете, которые сегодня ассоциируются с вашим регионом. Знаю, что у вас много промышленных предприятий, и что, в общем, все на очень хорошем, достойном уровне. Ну вот один из таких ярких запросов при посещении Кирова – это дегустация ваших местных настоек, ну, для взрослой части. Ну, плюс у вас совершенно роскошный музей виски, но это история, конечно, только для взрослых. Ну, виски, да, это про виски я знала, но настолько и нет. А про истабенский огурец вы неужели не слышали? Ой, ну вот с огурцом, как и с помидором, здесь уже, ну, сложно тягаться, потому что есть большой, там, серьезный бренд судельский огурец, да, и понятно, что и огурцы, и помидоры есть в каждом регионе, но тут как с пельменем, понимаете, кто первый стал того и тапки. Да, ну и истабенский, да, многие, наверное, не будут его привязывать именно к Кирову. Что такое истабенский, да? Ну, я имею в виду, за пределами нашей области. Спасибо большое, Илья. Илья Кычанов, автор проекта «Влюбиться в Адмуртию», специалист в области туристической индустрии. До свидания. Вот один из тех случаев, да, спасибо, один из тех случаев, когда было много чего непонятно, сейчас еще больше непонятно, А я знаешь, что поняла, что даже по, казалось бы, каким-то вот крупным, да, местам, вот Уфу там, да, Башкирию конкретно, Илья... С чем, Илья сказал, с медом? С медом, у меня Башкирия только с Салаватом Юлаевым ассоциируется. У меня Башкирия ассоциируется с Лейсану Тяшевой. У каждого что-то свое, да? У каждого какие-то свои ассоциации, вот, те же самые пельмени. Там город Кубертаук, где вертались, делают. Те же самые пельмени. У меня есть московский приятель, который, прям, он москвич, не знаю, в семнадцатом колене до мозга костей, и каждый раз, когда он приезжает в Киров, он бежит покупать пельмени. Ему неважно, какие это пельмени, главное, чтобы они были там произведены где-то вот в Кировской области, на территории Кировской области. Он говорит, у вас потрясающие пельмени, что вы туда добавляете? Мы говорим, в смысле, обычные пельмени? Нет! Вы, говорит, просто не ели в Москве пельмени, в Москве невозможно найти нормальные пельмени. И вот у него в Кирове львиную долю рациона составляют пельмени, там какая-нибудь пижанка, еще что-нибудь. Ну, то есть ты предлагаешь все-таки с одмортами зарубиться, да, по поводу родины пельменей, да. Нет, это действительно один из самых, наверное, знакомых жителям нашей области гастрономических изысков. Ну, как изысков, да, это такая обыденная еда. Да, но я знаю людей, которые в первую очередь, приезжая в Киров, едут на завод по производству напитков в нашем городе расположенной. И вот свежий напиток... И там есть неплохой музей, кстати. Да, и свежий напиток закупают, причем в каких-то даже зачастую неприличных объемах и увозят на автомобилях. Я очень много положительных отзывов именно про музей про этот слышала, поэтому... Но нам пора переключаться на другую тему. Да, у нас остается 15 минут до завершения этой части программы «Дневной разворот», и мы хотели бы затронуть сейчас еще одну очень важную тему. Накануне появилась информация о том, что экоактивисты кировские, именно экоцентр проекта «Вятка без мусора» попросил у городских депутатов предоставить в безвозмездное пользование помещение для открытия филиала для еще одного центра уже в другом районе Кирова. Напомним, что с мая 2021 года эко-пункт находится и работает на «Молодой гвардии-14». Судя по комментариям, судя по упоминаниям, мы понимаем, что этот эко-пункт очень востребован. Там принимается вторсырье, отходы, которые можно переработать. И, собственно, сейчас мы хотим пообщаться с вдохновительницей всего этого движения. Анастасия Скурихина с нами на связи, общественный деятель, автор общественных добровольческих проектов «Вятка без мусора» и «Экососеди» и руководитель экоцентра «Вятка без мусора». Анастасия, добрый день. Добрый день. Да, Анастасия, мы очень рады, на самом деле, что ваша деятельность привлекает все больше и больше внимания у горожан. И вот вы уже пришли к тому, что надо расширяться, надо обосновываться в другом городе. А в другом районе города. Так, давай без оговорочек. А может быть, да, и в другом городе. Может быть, это один из тех брендов. Главное – искирование уезжать. Да, главное – искирование уезжать. Расскажите, пожалуйста, о ваших буднях, чем сейчас живете, об этой встрече с депутатами, как они отнеслись. И многие, мы знаем, удивились, что у нас вообще, в принципе, многие не знали депутаты, что у нас есть такой эко-пункт и такое большое внимание уделяется переработке. Да, пожалуйста. Ну, смотрите, да, во-первых, спасибо огромное за то, что вообще вы тоже об этом говорите, освещаете, потому что без вашего участия, конечно, я думаю, что мы бы гораздо медленнее продвигались в плане распространения информации про то, что мы существуем. Что касается, чем мы сейчас занимаемся, у нас ежемесячно примерно приходит в экоцентр около 2000 человек, ну, там плюс-минус. И эти 2000 человек – это, естественно, жители ни одного района, который находится рядом с экоцентром. Это люди, которые едут к нам из Данина, с Юго-Запада, с Новоавиатска, с Чистых Прудов, ну, то есть со всех районов города, а то еще и из пригорода или из районов области. И понятно, что с самого начала, в принципе, открытия, стоял вопрос о необходимости, ну, открытия каких-то филиалов или хотя бы хоть каких-то точек в других районах. Но проблема в том, что ресурсов-то у нас мало, а хотелок-то много, ну, то есть я имею в виду общественников, в частности, по раздельному сбору. Поэтому мы сконцентрировались этот год на одном, да, пункте, ну, конкретно на Молодой гвардии. А сейчас, поскольку, во-первых, количество увеличивается, и мы же провели за этот год, мы же работаем по президентскому гранту, по эко-просвещению, и мы провели обучение для больше, чем 4 тысяч человек. Это 2200 детей примерно, а около 800 студентов, остальные это взрослые люди. Это сотрудники разных организаций, в том числе органов власти, администрации города, в том числе и правительство области, это сотрудники коммерческих организаций различных. И все эти люди, ну, то есть представьте, 4000 человек плюсом, да, которые узнали про то, что существует вот такая возможность и вообще философия жизни, и они поняли, что могли бы в этом участвовать. Они начали сортировать, и объем вторсырья увеличился, и увеличилось, кроме того, то есть количество посетителей и география. Соответственно, люди стали все чаще задавать вопросы и в группе, и везде, и писать. Ну, то есть это уже больше похоже, знаете, такой большой общественный резонанс, что вроде, а мы вот хотим у себя, и поэтому мы провели у себя в группе голосование на тему, где бы вы хотели. Победил, конечно, Нововянск, но я подозреваю за счет того, что там форсировали немного голосование различными пабликами очень большим по численности. А в целом, ну, мы видим, что удаленный район, это экоцентр, это как раз Нововянск, Филейк, Юго-Запад и Чистые пруды. Это логично, естественно, да, что людям было бы удобнее не ездить далеко от дома, а иметь такую возможность там. Ну, вообще, в принципе, да, идеальный вариант в каждом из обозначенных районов был бы свой пункт. Конечно, да, да, конечно. И дальше у нас, собственно, стал вопрос, а что мы можем для этого сделать, потому что сейчас, если мы в таком же формате продолжим, как мы сейчас существуем, это коммерческая аренда, это 120 тысяч, чтобы вы понимали, в месяц столько мы платим за аренду помещений вот этих всех. Это очень много, на самом деле, потому что я хочу прям подчеркнуть здесь, что у нас некоммерческая просветительская деятельность. Почему-то очень многие люди думают, что на вторсырье, ну, там, в частности, например, мы прям зарабатываем миллионы, миллиарды. Вот я хочу угорчить таких людей очередной раз в эфире о том, что, сказав о том, что сейчас, во-первых, вообще просадка на рынке вторсырья из-за спецвоенной операции, там, цены упали в некоторые позиции в 10 раз, соответственно, мы, условно говоря, ведем до этого, ты вели более-менее добровольческую деятельность, сейчас вообще, можно сказать, бесплатная деятельность в этом плане. У нас, чтобы вы понимали, вот 2000 человек приходят в экоцентр, примерно 8 тонн вторсырья мы собираем, различных фракций, там, бумага, и стекло, и пластик, и металл, и мы получаем, где-то, вот, 20 тысяч рублей, а аренда 120, а зарплата еще примерно столько же, то есть у нас расходы по экоцентру 300 тысяч сейчас идут в месяц. Соответственно, а какой вообще, ну, как бы, коммерческой деятельности и покрытие расходов именно с этого, да, можно вести речь? Конечно, вот, допустим, ну, меня возражают многие, но ведь пункты приема, там, различных, в различных районах города существуют, ну, там, вот, допустим, вот эти платные, где деньги платят, да, людям за принесенные предметы, я говорю, ну, конечно, потому что, во-первых, у них какая площадь, это раз, то есть там гараж на 10 квадратных метрах, во-вторых, у них принимаются только ликвидные фракции, за которые они сами получают большую маржу, и они не принимают, как мы, там, 50 видов, из них больше половины, это лишь бы взяли в переработку, мы платим еще транспортные сдержки. И они, третье, самое главное, они не ведут все эти пункты, не ведут эко-процветительскую деятельность, то есть они не ходят по школам, они не ходят по организациям, и они просто сидят вот так вот, как, ну, знаете, как в магазине, да, и принимают. И это совсем разные вещи, которые вообще сравнивать нельзя абсолютно, потому что мы вообще, как бы, не в том контексте находимся. Ну, Анастасия, я могу вам посоветовать только каждому, кто считает, что это очень прибыльный вид деятельности, предложить заняться этим, если это уж так прибыльно. А я, например, так и делаю, после этого все разговоры, после этого советы все, как бы, комментарии на эту тему прекращаются, потому что никто не хочет с этим связываться. Вот. Мысль пошла как раз в сторону безвозмездного помещения, и, естественно, это кто? Это у нас Кировская городская дума. И я сразу же стала поднимать вопрос о том, что давайте соберем вся. Я хотела, конечно, выступить у них, но когда случилось прям, я не знаю, мне кажется, это историческое событие, в частности, для нашего движения точно, но для думы, кстати, тоже выездное заседание, в некоммерческой организации, да, прям на территории. И это было, честно говоря, прям вот для всех открытие, для нас и для них, потому что они действительно больше половины тех, кто пришли. Пришли, правда, не всем составом, естественно, но, тем не менее, даже те, кто дошел, они были просто в шоке. Ну, то есть, а при этом, и при этом, можно сказать, ну, нужно сказать, что пара человек из депутатов именно, они уже сортируют, то есть они уже являются посетителями, они об этом сказали тоже на заседании, и это тоже было вдвойне приятно. Анастасия обнадеживает, хотя бы два депутата из 36 в городской думе у нас сортируют. Прям очень позитивная информация. Да, это действительно обнадеживает. Ну, кстати, после этого разговора, после этой встречи, еще парочка начала, и сегодня буквально встречались с одним депутатом, она сказала, что вот прям это, на самом деле, для нее вызов, но она продолжает. Так вот, помещение мы сейчас смотрим. Если все получится, мне бы, конечно, хотелось, чтобы это было в нескольких районах, то есть не так, чтобы одно какое-то опять вот получить, и потом думать, гадать, ломать голову, где же нам еще взять средства на открытие еще одного. Поэтому мы же не коммерческий сектор, поэтому абсолютно правильное решение. И депутаты поддержали, что безвозмездное пользование, оно здесь прямо имеет место быть. Ну, насколько мы понимаем, там департамент муниципальной собственности должен вам список какой-то предложить. Он, по-моему, есть на сайте. Да, мы работаем в этом направлении сейчас. Смотрите, Анастасия, да, вот если говорить о том, что неплохо бы, чтобы в каждом районе был такой пункт, можно как-то на примере существующих проанализировать, да, кто туда ходит? То есть это действительно, по большей части, люди, близлежащие каких-то домов, кварталов, да? Или для человека, который занимается там сортировкой мусора, в принципе, неважно, куда ехать, он раз в месяц загружает там это в машину, да, если она у него есть, и привозит. Ну, вот по нашим наблюдениям, конечно, во-первых, я хотела бы обозначить, что, попросить даже, чтобы не называть это пунктом, потому что я уже обозначила, что пункт это немножко другое, да, все-таки давайте центром называть. Экоцентром. Который в себе объединяет несколько направлений, да, деятельности. Вот, а во-вторых, да, действительно, люди ездят из разных районов, и, ну, понимаете, дело в чем? Это продиктовано необходимостью. Ну, условно говоря, куда они еще поедут, если не в экоцентр сейчас, если они хотят, ну, по максимуму, вот, за эту идею, живут этим, да, и они поддерживают эту идею. Если же мы говорим, что мы откроем экоцентры, филиалы, так скажем, в разных районах, то, во-первых, это создаст приятную, так сказать, возможность для тех, кто уже сортирует, и самое главное, создаст прецедент для тех, кто еще не сортирует, и они увидят, что вот, прямо в шаговой доступности что-то стоит, оно открыто, оно привлекательно выглядит, то есть там, условно, не маргинальные слои населения все время общаются между собой, да, 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 пытаются заработать эти 10 рублей. Так вот, это красиво, это привлекательно, можно прийти с ребенком, и тогда вовлеченность населения, конечно, вырастет, когда это будет рядом в шаговой доступности. Анастасия, буквально в двух словах давайте еще напомним про суть просветительской работы, которую вы проводите, обучение. Да, да, да. И, в частности, что касается именно обращения с отходами, то есть мы всю цепочку, начиная от того, чтобы люди, давайте будем не образовывать лишних отходов, до окончания, если у вас уже образовались, образовались какие-то лишние вещи в доме, куда их можно деть, в том числе тару, упаковку, да, на переработку сдать, ну и так далее. Вот мы это все ведем, и это большая часть времени, ресурсов у нас и сил занимает. И вот как раз место для приема, то есть вот второй этаж, там первый этаж в нашем экоцентре, где именно принимаются виды вторсырья, да, то есть пластик, стеклобумага и так далее. Так вот это следствие того самого просвещения, потому что мы не можем просто так, ну вернее, это не очень правильно, мы, конечно, можем ходить просто рассказывать голословно, да, но я просто увидела из своей жизни, из практики за 6 лет, что это вообще неправильно, говорить людям про теорию о том, что хорошо бы спасать мир, но не давать дальше возможности это делать в практике. Поэтому мы и организовали, собственно, прием этого вторсырья, чтобы люди имели возможность принести и сдать. Кроме того, кроме вторсырья, мы принимаем же еще одежду сейчас в больших количествах. Это все, что можно носить, и все, что носить нельзя, например, с дырками, с пятнами, ну то есть то, что мы отправляем в переработку. Только за последние полгоны мы отправили, не буду врать сейчас, значит, около 20 тонн на переработку вот такой вот ветоши. И это тоже, представляете, то есть это могло бы оказаться на полигоне, а вот оно там не оказалось. Ну давайте перечислим, чтобы было понятно. Предметы одежды — это и верхние одежды, и белье какое-то, и теплые вещи. Какое-то постельное белье, да-да-да-да. И игрушки, книжки, какие-то там, ну то есть бытовая посуда. Ну вообще вот все, абсолютно. А далеко это все приходится, Анастасия, увозить? В Иваново мы возим в Иваново. Вот там текстильный комбинат, да. Ну там исторический текстиль у нас в стране развивался, вот сейчас они занимаются еще и переработкой. Я же тебе говорю. Да, мы сегодня упоминали уже Иваново, да. Анастасия, наверное, уже последний вопрос. Все-таки даты какие-то, сроки обозначены. Когда вам предложение поступит? Когда вы сможете выбирать? Ну тут скорее предложение как раз должны мы озвучить. К заседанию городской думы, да, к концу декабря у них будет заседание. И к тому моменту мы должны уже как раз обознать, что мы хотим, в каком районе. И я очень надеюсь, что этот вопрос вынесут на повестку отдельным вопросом, проголосуются. Нам все-таки удастся уже с Нового года, с января, начать какие-то движения в других местах. Ну, надо понимать, что в распоряжении муниципалитета, именно муниципальное имущество, да, где вы бы могли разместиться, оно есть в разных районах города, действительно. Конечно, да. Оно есть и в Чистых Пурдах, оно есть и на Филейке, в Новоавиатске. Ну, в Новоавиатске, правда, честно говоря, вообще крайне малой и небольшой площади, но, тем не менее, вот что-то может быть. Ну, у вас ведь наверняка уже есть свои требования по площади, по коммуникациям, то есть минимальный какой-то набор, да? Конечно, да. Ну, во-первых, минимум 200 метров, потому что мы сейчас видим, вот мы в 400 сейчас находимся, почему, собственно, такая аренда-то у нас большая получается? Потому что это и зал для просвещения, и для приема, и еще и склад. Ну, то есть без склада вообще никуда. Это все возить маленькими пакетиками абсолютно, ну, в минус можно улететь. Поэтому, да, площадь должна быть от 200, но дальше уже видно будет. Слава богу, у нас сейчас есть партнеры, это наш любимый оригинальный оператор, который говорит, что, в принципе, готов поддерживать эту инициативу, и посмотрим, как это будет в реальности. Спасибо, удачи вам. Как можно быстрее, чтобы разрешился этот вопрос, и действительно разрешился во взаимовыгодную сторону. Спасибо, с нами была на связи, да, Анастасия Скурихина, общественный деятель, автор общественных добровольческих проектов «Вятка без мусора», эко-соседи, руководитель эко-центра «Вятка без мусора», депутат областного законодательного собрания. Напомним, что эко-центр «Вятка без мусора» находится на улице молодой гвардии 14. Вот сейчас Анастасия подробно рассказала о том, чем там занимаются. Ну, надо сказать, вообще, в последние годы в сознании многих горожан, ну, я бы не сказал, что революция прям произошла, но сдвиг-то произошел, да? Смотри, да, есть данные за прошлый год. Российский экологический оператор, да, об этом сообщает, более 30% россиян стали раздельно собирать отходы. Треть, ну, треть примерно. У меня, конечно, есть вопросы к этой цифре. Мне кажется, они несколько завышены. Завышены эти, да. А, завышены? Да. Ну, тут ведь мы, наверное, в первую очередь можем говорить сами за себя. Вот, например, у нас в семье какая-то традиция сформировалась в последние годы. Я вот сейчас уже прям, ну, представляю чем-то диким сходить и ворох газет выбросить в мусорный бак. Или, например, пакет с пластиковыми бутылками. Нет, в последние годы мы это начали копить. Мы отвозим. В первую очередь у меня старший сын обращает на это внимание, держит на контроле, чтобы не-не-не, не выбрасываем, давай копим, потом папу отвезем на автомобиле. Собственно, мы так и поступаем сейчас. Мы копим батарейки. Батарейки, да, батарейки мы тоже копим. Причем самое что смешное и забавное во всем этом, что копить эти батарейки нас заставили дети. Детям 6 лет, чтобы ты понимал. Они увидели это в каком-то мультфильме в «Свинке Пеппи», по-моему. И когда в очередной раз мы собрались выбрасывать батарейки, они сказали, ай-яй-яй, батарейки нельзя выбрасывать. Мы завели мисочку специально, да, контейнер, куда складируются теперь все батарейки, аккумуляторы, и потом относим в эту вот коробку у киосков с водой. У киосков с артезианской водой, да. Ну да, интересная штука. Мы хвалили, да, уже неоднократно в нашем эфире. Ну, ты когда читаешь эту инструкцию, ну, историю, собственно, того, к чему может привести неправильную утилизация этих отработавших батареек, что одна батарейка загрязняет почву на огромной территории, ну, тут ты, конечно, проникаешься каким-то серьезным таким настроением и понимаешь, что надо ответственно подходить, да, и особым образом утилизировать все это. Вот основные темы сегодняшней нашей программы. Беседа наша на этом завершается. Дарита Пузлеева. Владимир Светанин. Да. Всем до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова